Мир вам уважаемые друзья и дорогие коллеги, мы с вами снова на канале Психфарм ТВ, который всегда на вашей стороне. Благодаря нашей эмблеме, нашему девизу, завоживших, оплакивых, мёртвых, разбивая молнии, сегодня рассказываем об очень важном явлении, которое называется «Новый академический бред». В чём состоит дело? Психфармыч нам завещал постоянно говорить о новых врачебных ошибках. То есть, врачебная ошибка ещё только начинается, а мы уже благодаря психфармычу начинаем её разоблачать. Итак, о чём идёт речь? Об апохондрическом расстройстве, конечно. Стойкая озабоченность или страх по поводу возможности наличия одного нескольких серьёзных прогрессирующих или жизнеугрожающих заболеваний и сопровождающиеся, повторяющиеся чрезмерным действиям в отношении здоровья, такие как многократное обследование примет наличия заболевания, трата несоразмерного количества времени на поиск информации о предполагаемой болезни, поиск повторных разуверений со стороны, ну и всё это, конечно, если часто обращается человек к врачу, это сопровождается большой историей болезни. Вот является больной, вот с такой историей болезни. В общем, диагноз тут ясен. Однако, надо сказать, что это ещё не всё, потому что бывают ситуации, когда у человека избегание, наоборот, медицинских осмотров, особенно, когда этот человек попадает к врачам, которые не любят симулянтов. Вот если он попадает к таким врачам, он старается их избегать. Так что, на самом деле, есть врачи, которых любит пациент, есть врачи, которых не любит пациент, ну и, конечно, ипохондрия всегда сопровождается снижением активности в семейной, в рабочей, скажем, функционировании. Там человеку трудно учиться, ну потому что это, в общем, серьёзное расстройство, человек только и думает о своём здоровье. Ну и вот в МКБ-11 появилось ещё такое важное понятие, как инсайт. Вообще, инсайт – это высшая форма научения, основанная не на методе проб и ошибок, а на информации, которая получена животным или человеком. То есть, это очень-очень важная форма научения, которая, ещё раз говорю, не основана на пробах. Надо вам сказать, что инсайт есть и при многих психических расстройствах. Вот в МКБ-11 введено новшество, мы о нём рассказывали. Говорится о том, что есть психическое расстройство, ну, например, ипохондрия, с удовлетворительным или хорошим инсайтом, то есть, когда человек способен допустить возможность того, что его вот убеждения на самом деле являются неправильными. То есть, посидишь, поговоришь с больным, объяснишь ему ситуацию, глядишь, и человек успокоится, но до поры до времени, потому что потом вновь беспокойство, если, конечно, не лечить, беспокойство нахлынуло, и он опять поглощён мнением о том, что он там чем-то болен, например, тяжёлой депрессии и тому подобное. Но есть ипохондрия с плохим инсайтом или его отсутствием. Такого человека переубедить ни в чём невозможно. Очень часто ко мне приходят, ну, не очень часто, но часто ко мне приходят пациенты, которые начинают утверждать, что они, например, больные депрессией, и отговорить их от этого абсолютно невозможно. То есть, начинаешь им рассказывать, что у вас нет таких критерий, нет таких... Ничего не воспринимается, человек убеждён, что у него есть депрессия, то есть, это ипохондрия с плохим инсайтом или вообще-то его отсутствием. И вот эта особенность ипохондрии, конечно, не могла пройти незамеченной мимо наших ведущих специалистов, о ком я говорю. Я говорю об академике Смулевича, которому уже за 90 лет, но он ещё, вы не поверите, работает, и некоторые прям так и называют, что это гений. Ну, и как вы помните, это, конечно, гений вялотекущей шизофрении. Вот этот слайд, диагностика вялотекущей шизофрении, это его слайд, который, собственно говоря, он писал, а потом профессор Иванов, лучший ученик академика Смулевича, клал всё вот это самое в такую форму в виде слайдов изображал. Ну, и там красным различные признаки, чего там только нет. Вот, например, академик Смулевич всегда считал, что если ты меняешь место работы, то это плохо, это вялотекущей шизофрении. Надо сказать, что тогда было так принято в СССР, в принципе, где родился, там изгодился, человек поступал на один завод и так до конца жизни на этом заводе и работал. Поэтому было странно, что человек ищет чего-то лучшего, чего-то хорошего. В общем, это называлось надлом профессионального стандарта и, конечно, свидетельство о вялотекущей шизофрении. Ну, там были и другие признаки, мы о них рассказывали. Посмотрите, у нас есть плейлист вялотекущей шизофрении, например, увлечение восточными религиями. Тогда казалось странным, у нас есть своя религия, зачем нам восточные религии. Увлечение экстрасенсорикой, увеличение здорового образа в жизни. Да-да, это сейчас ЗОЖ вообще является общепринятым, все только об этом и говорят. Тогда это свидетельство о вялотекущей шизофрении. Сейчас стали меньше говорить про уфологию, хотя вот вы знаете, что недавно летали над США какие-то там шары, которые тоже воспринимались как некие летающие тарелки. И все вдруг начали увлекаться этими летающими тарелками опять. Вот тогда это считалось признаком вялотекущей шизофрении. Представляете, сколько вялотекущей шизофрении было во время полета этих шаров. Ну и, конечно, академик Смулевич не мог пройти мимо этой самой ипохандрии с плохим инсайтом. То есть, значит, когда человек убежден, что у него есть некое заболевание, и коррекция это практически не поддается. То есть, как бы вы его с ним не разговаривали, он все равно уверен, что это заболевание есть. Но ведь именно так и выглядит бред. Одно из свойств бреда, что бред не поддается коррекции и разубеждению. Ага, решил академик Смулевич, значит, существует так называемая бредовая ипохандрия. Ну, диагноз понятен, и он неутешительный. И, конечно, я думаю, что спорить с академиком абсолютно бесполезно. Не нужно ему рассказывать, что на самом деле критика не обязательно призна... Отсутствие критики не обязательно является признаком бреда. Очень у многих людей отсутствует и критика, и самокритика. Ну, в частности, у самого академика Смулевича по строению вот таких гипотез. Так что, к сожалению, это не объяснишь, потому что разубеждению он не поддается. Он академик. И самое главное, почему мы обращаемся к вам? Потому что, конечно, будут защищены диссертации о бредовой ипохандрии. Ну, и сама бредовая ипохандрия, конечно же, послужит указанием на то, что вялотекущая шизофрения, конечно же, существует. Ну, и, в общем, как тут не вспомнить такой мемчик, что бессонными ночами психиатры развлекаются тем, что ставят диагнозы людям. Я бы сказал, новые диагнозы людям изобретают новые диагнозы. Где этим занимаются? В Федеральном государственном бюджетном научном учреждении Научный центр психического здоровья в Москве, на Кашевском шоссе, дом 34. Каких только психозов там не выдумывали, неврозов, и органоневротическую шизофрению, и вялотекущую шизофрению, и соматопсихоз. Мы, кстати, об этом рассказывали. Представляете, психоз, который не в голове, а в теле у человека. Ну, и, наконец, конечно, будет бредовая ипохандрия. Зачем это вам нужно знать? Ну, то есть, вы думаете о том, что старенький академик, ну, что-то там придумал. Вас-то это почему должно касаться? На самом деле, судьба ваша зависит от вас самих. Почему? Потому что ипохандрия относится в МКБ-11, который мы постоянно цитируем, к так называемым обсессивно-компульсивным расстройствам, или навязчивым расстройствам. Целая группа расстройств. Действительно, человек навязчиво думает о своей болезни. И переубедить его иногда нельзя. Отсюда плохой инсайд. Или человек навязчиво думает о вялотекущей шизофрении, и переубедить его нельзя. Шучу. Так вот, считается, что навязчивые расстройства обсессивно-компульсивные возникают из-за снижения активности, прежде всего, серотониновых нейронов. Отсюда следуют рекомендации по лечению обсессивно-компульсивного расстройства. Прежде всего, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, то есть препараты, активизирующие серотониновые нейроны, это препараты первой линии. То есть, именно с них надо начинать лечение. Если один не подходит, то нужно менять на другой. Нужно использовать высокие дозы этих препаратов. И вот только если эта стратегия не проходит, тогда назначают кломипромин препарат третьей линии, но там сложности, потребность ВКГ, ванальза крови и тому подобное. Да, конечно, используются антипсихотики, но особенно при наличии тиков и в малых дозах. Еще раз, первый выбор от селективных ингибиторов обратного захвата серотонина. И есть одна особенность, о которой мы тоже рассказывали. Первоначальный эффект надо оценивать на 12-ю, вы видите, 26-ю неделю. Это слайд, который я подчеркнул у профессора Штефана Сталя, который я тоже всегда люблю цитировать. Почему? Потому что это тяжелое обсессивно-компульсивное расстройство. Ипохондрия, которая относится к этому же разряду, тоже тяжелая. И ждать эффективности нужно довольно долго. Еще раз, большие дозы. Теперь давайте посмотрим, как это все ложится на концепцию вялотекущей шизофрении. Ведь это же не просто так объявлена бредовая ипохондрия. Но эта бредовая ипохондрия, она позволяет нам сказать именно, что это вялотекущая шизофрения, поскольку человек не лечится. Что такое вялотекущая шизофрения или мелкопроградиентная, согласно клинике Академика Смулевича? Нет психозов, как при обычной шизофрении. Любые симптомы, абсолютно неважно какие, плохо лечатся. Становится все тяжелее, беспокоит постоянно, приводит к инвалидности. В истории напишут шизотипическое расстройство, потому что сейчас писать вялотекущую шизофрении не принято. Спрятали шизотипическое расстройство. И вот тут самое главное. Чем лечить-то будут? Вот это. Лечить будут бредовую ипохондрию, так же, как и любое шизотипическое расстройство, конечно же, антипсихотиками. Послушаем профессора Иванова, который всю жизнь делал слайды для Академика Смулевича, который является лучшим учеником Академика Смулевича. Отказавшись даже от диагностики шизофрении у таких больных, вы никуда не денетесь, потому что без антипсихотиков вы им помочь не сможете. Начинаются те самые хитрости, которые, к сожалению, не изучены в таких систематических исследованиях, которые не прописаны в инструкциях препаратов, но те же антипсихотики начинают использоваться как седатики, как анксиолитики, как гипнотики, отчасти как антидепрессанты. Еще раз подчеркиваю, тактика та же, как, например, купирование психоза двумя нейролептиками, один из которых более инцизивный, а второй более седативный. Так и здесь, например, этот принцип используется. То есть, вы поняли. Значит, антипсихотики, основа терапии, бредовая эпохондрия, вялотекущая шизофрения, конечно же, антипсихотики. Ну и дальше идут некие добавки. Слушай. Монотерапии там делать нечего. Не работает ни один класс препаратов, и тем более ни один какой-то препарат у таких больных. Полифармакотерапия в полном смысле слова 3, 4, даже 5 и больше препаратов. Ну, понятно. Получается запнутый круг. Смотрите, чем удобна концепция бредовой эпохондрии, общей вялотекущей шизофрении. Назначайте не тот препарат. То есть, вместо ССС назначайте антипсихотик. Не помогает. Еще один антипсихотик, два антипсихотика, три антипсихотика. Кроме антипсихотика, разные антидепрессанты, все что угодно. Не помогает. Значит, это вялотекущая шизофрения. Значит, диагноз бредовой эпохондрии сюда полностью подходит. Значит, концепция академика Смулевича о том, что бредовая эпохондрия существует, это правда. Вот как интересно развиваются мысли у академиков. Я бы сказал, это действительно настоящий новый академический бред. Вот интересно. Многие, наверное, скажут, ну как это такое бред у академика? И тем не менее, если следовать его критериям, то это действительно бред. Ведь у него нет критики к своим научным построениям. Он не допускает даже возможности того, что он не прав. Вот как интересно рассматривать новые впечатления в психиатрии, которые возникают в голове у наших ученых. Я думаю, что вы нас поддержите. Обязательно подпишитесь на наш канал. Где вы еще узнаете, какие академические бреды творятся в голове у нашей, скажем, профессуры или вообще даже у академиков. Ну и, конечно же, комменты, конечно же, лайки, конечно же, оформляйте спонсорство. Хотите отблагодарить нас за столь веселый ролик, в его описании найдете реквизиты счета. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»